Добрый вечер дорогие любители шахмат Сегодня состоялись последние партии с классическим контролем Четвертой партии в матче звезд Белыми фигурами играли наши гости И если интрига в одном матче уже можно сказать ее нету То в втором матче она как раз, скажем так, закрутилась снова силой Да, были сыграны последние матчи в классические шахматы Но не последние в самом матче еще будут две партии быстрые шахматы Давайте перейдем непосредственно к партиям Начнем с девушек Белыми фигурами играла Лаура Лунок Начальными фигурами Юлия Айсмак Конь Ф3, но в принципе я так уже начинала Лаура Д5, Д4, Е6 И все-таки голландская защита То, что и в первом партии играла Юлия Но все-таки это немножко другая разновидность голландской защиты Вот такая голландская защита называется Каменная стенка или Эстону Вальд Довольно-таки непростой дебют Есть, скажем так, много привенжесов И много этого дебюта И много тех, кто недолюбливает Считают его не совсем корректным Но дебют до сих пор жив Знаю много его играл в свое время И Владимир Крамник Ну, есть такие известные специалисты Этого дебюта Виктор Москаленко И Глейзеров Евгений Глейзеров Конь С3, Конь Ф6 Уже 3 В принципе ходы все понятные Уже 3, Слон Д6 Слон Ж2, С6 РЦ2 Можно сказать, но Конечно, этот ход картинку не портит В принципе Возможно было сразу Рокировку сделать Потом пойти в версию 2 Но, в принципе, так они И перешли в эту позицию Значит, была рокировка Рокировка Комнии 4 Конь становится на Укрепленную Скажем так, позицию Да, и в принципе План берет Как можно быстрее Разменять этого коня Либо выгнать Ф3 Либо разменять потом Ф3 пойти на усик Случить Терпеть такого Кого коня не сильно хочется Я Б1 Подготавливаю Б4 Вот Б6 Б4 Слон Б7 В принципе, это уже все Встречалось на практике Конь Е4 Тоже встречался ФЕ Конь Ж5 Ну, белые Воспользовали Слоны на С8 Слоней на С8 Конечно, такого Маневра бы не было Терпеть Сейчас А6 Но Так как Слон на Б7 Сейчас Плесит Тешка Е6 ФЕ8 Защищаю Терпеть Ну, наверное, если Слон на С3 Тут Белый Подрывает Ф3 Х6 Надо выгнать Этого коня Конь Х3 И Ф Ладья Бьет Ф3 Ну, можно считать Такого Вход Ладья Ф3 Это новинка В принципе, играли Слон Ф3 Ну, после Конь Д7 Там позиции Довольно Такие Неясные Я считаю Что Белые Свои плюсы И черные Свои плюсы Ладья Бьет Ф3 Бала Партия Ладья Ф3 Слон Ф3 Конь Д7 Слон Ж2 Ну, этот Вот уже Мне не сильно Нравится Все-таки Мне кажется Правильно Было Играть Все-таки Тут Е4 И После Ферзь Ж6 Возможно Даже Ц5 Такая Позиция Непростая Нельзя Сказать Что У кого-то Ну, наверное Убил Все-таки Больше Пространства Должно Быть Хорошо Но Пешки Довольно Такие Подвержены Атаке Черных Фигур Поэтому Е5 Вряд ли Удаться Заткнуть Потому Что Ферзь Неже 6 Тоже Вышел Довольно Таким Неплохую Позицию Сейчас Конь В6 Грозят Черные Водя В8 Но Всяком Суча Вся Борьба Впереди Ну Я Думаю Что Все Равно Так Надо Бы Ограть Потому Что После Слон Ж2 Черные Пошли Конь В6 Теперь Е4 В принципе Вход Возможно Еще Не Скоро Будет Слон Д2 Ну Это Немножко Промедление Наверное 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 Но Хотя Тут Не Так Просто Возможно Слон В4 Даже Надо Было Пойти Но Черных Правда Есть Сильный Ход Е5 Все Равно Поэтому Негет Промедлен Но Слон Всяком Случе Слон Д2 Точно Не Нужен Ход Либо Конь В2 Либо Слон В4 Что То В Эм Белом Абсолютно Правильное Решение Слон В7 Уже Застоялся А на А6 Он Стоит Сильнее Нападает На Пешку С4 Ну И Тут Как раз Хорошо Что Стоит Перстная В8 Теперь Уже И В5 Хода Нет Партии Бывал С5 Солн С7 Солн С7 Теперь Белый Пошли Слон С4 Как бы Соглацаясь С тем Что Слон Д2 Был Неудачный Ход И Пытаясь Разменять Чернобыль Слон Естественно Мы Получили Ход Е5 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 ДС Он Е5 Ну Конечно Набло Черным Немножко Посчитать Но Эту Позицию Если Белый Забирает Пешку Слон Е5 Ферси 5 Ц Б Аб Ферси 6 Ферси Е3 Важный Промежуточный Ход Король Ш 1 ОДЕЦ 8 Наверное Тут Уже Черные Перехватывают Инициативу Потому Что Какой-то Ход Ферси 4 То Возможно Как Слон Е2 Е3 Возможно Ну Наверное Слон Е2 Проще Всего Сигроза На ОДЕЦ 1 Слон Ф3 Конь Ж4 И Просто Прохода Пешки Д Ферзи Думаю Такая Доминация Очень Сильная У Черных Фигур Наверное Меньшим Излом Было Побить Побить Возможно Какой-то Ход Ферзи 2 Да Возможно Ну В партии И вы Пошли Водя Б3 Получили Ход Слон С4 Водя Ф3 БЦ БЦ Водя Б8 Естественно Черные Заняли Открытую Лиднюю Б И тут Уже Позиция Ну Даже Если Брать Кажем Каждую Отдельную Фигуру То Черных Практически Каждая Фигура Активнее Чем Фигура Белых Ну Возможно Это Только Не Ферзи Ну Естественно Нельзя В белом Пойти Водей 3 Выиграть На связке Потому Что Получает Такую Своебратную Антисвязку Сон Д4 Нематериальные Потери Неизбежно В белом Да В партии Лаура Ничего Ничего Лучше Чем Пойти Сон F1 Защитить На время Пешку Ну Естественно Удя Б2 Удя Вторвается В обжорный Ряд В второй Ряд В принципе Позиция Практически Выиграна Ферзи Ф5 Кон Д4 Кон Л2 Понятно Что Много Путей Ведет Победе Наверное Такой Простой Путь Удя Е2 Наверное Красивый Путь Вел Победе Слон Е2 Более Технично Мегает Слон Е2 Удя Б3 Слон Е4 Да Такой Простой Путь Белые Остаются Без Фигуры Парти Еще Последов РТ3 Слон Е2 Удя Б3 АБ Слон Е5 Мне кажется Дальнейшую Комментировать Особо Нечего У Черных Здоровой Лишняя Фигура Еще Где-то Еще Еще И Две Пешки Так Тем Более Достаточно Материальное Материальный Перевес Достаточно Ну Просто Давайте Посмотрим Для Истории Оставшиеся 10 Ходов Ну Опять Ж Тут Какие-то Комментарии По-украински Зайвы Комментарии Комментарии Да Поэтому Вот И Скажем так 10 ходов Последние Были Сделаны В таком Небольшом Скажем так Ну Просто Поиграть Хотела Еще Наверняка В небольшом Шоке Я бы Сказал Можно Было Их Ринь Делать Да Счет Матча Можно Сказать Интрига Матча Завершена Но Все-таки Думаю Довольно Интересны Будут Две Партии Быстрые Шахматы Не Думаю Что Сразу Сдастся В них Потому Что В принципе Она Довольно Так Сильный Опытный Боец Все-таки Чемпионкой Мира И до 16 И до 18 Я думаю Она Соберется И Сможет Показать Свою Силу Так Что Я думаю Будет Интересное Противостояние В эти Быстрые Шахматы Ну Что Теперь Перейдем К Мужчинам Партия Мужчин Белыми Фигурами Александр Белявский Черными Кирилл Шевченко В принципе Этот матч Можно Назвать Даже Матчем Поколений Как Что Александр Геннадьевич Чуть Не Дотянули Разницы В 50 Лет Лесандр Геннадьевич Еще Недавно Исполняю 64 Кирилл Кирилл Шевченко 15 Лет Непредственно Шахмат Партия Д4 Коня В6 С4 Д6 Такой Своеобразная Трактовка Староиндийской Защиты Немного Запутать Возможно И В3 Но Александр Геннадьевич играет Конь С3 И Ж6 Ну Был ход И Е5 И Рокировка Слон Е2 Переход Классические системы Основной Ход Е5 Там Много Ходов Слон Е3 Рокировка И Д5 Да Рокировка Конь С6 Основная Называется Классическая Система С6 Немного Ход Запутать Ничего У Белов Нет Как Рокировка Е5 Ферси Довольно Непростой Ход У Белов Там Много Решений На самом деле Слон Е3 Ход И Д5 Есть Ход Но Ферзь С2 В принципе Довольно Такий Сильный Ход Его Ну Партии Довольно Такой Много Но Я играл Партию Противоэтажкой Черными Вот Так Со мной Пошел Довольно Ядовитый Ход Е4 Е7 В АДЕ1 Как ни странно Белявский Демонстрирует Наиболее Точный Порядок Ходов Этой Позиции АДЕ8 ДФЕ1 А6 В принципе Позиция Черных Напоминает Такой Своебратный Ежик Вернее Систему Ежа АДЕ8 КОТОР 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 Хороший Ход Профилактика Белые Планируют Отступить Слону На H2 И Стараться Двигать Пешку Ф4 КОТОР КОТОР Слону Перегружает Ход Ф4 Тут Мне Кажется Кирилл Для него Неправильное Решение Потому Что Он Сделал Ход Г5 Ослабляющий Ф5 Для Всей Этой Этой Скажем Так Этой 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 Воспользовался На самом Деле К сожалению Проходит Ход Б5 Из-за Р4 Ну Там Довольно Такие Сложные Варианты Хотя Может Тут Даже Крубиться Четыре Наверное Еще Сильнее Заберу Сол Е5 Сол Версии Это Наверное Конце 6 Но Всяком Случается Мало было Считать Да Но Правильный Ход Цепь Был Ход Ковалев Был Русский Расмейст Он Пошел Тут Не Совсем Удачно Конь Б3 И Сол Не 6 Получилось Примерно Равная Позиция Правильно Было Играть Конь Ф3 Приходится Играть Конь Ф3 Д7 Сдавая Поле Д5 Но Все Таки Они Получают Своё Поле Е5 Укреплено Возможно В дальнейшем Поле Д4 То есть Разменяют Коней Пойдут Конь Е5 Потом Сол Е6 Ну Во всяком Суча Оставалась Игровая Позиция Да После Ж5 Абсолютно Ерное Решение Коня 4 Белая Угрожает Пойти Конь Б6 Разменять Солна На С8 Где Конь Ф5 Партии Кирилл Пошел Солна Солна С8 Где Конь Ф5 Наверное Интересно Был бы Ход Конь Б6 Посчитать Что-то Они Считали Обсуждали После Партии Так Сразу Не понятно Что Будет После Конь Б6 Наверное Конь Солна 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 Будет Выгодная Позиция Ну Что-то Другое Посвет Из-за Черных Возможно Какой-то Такой Вариант Сразу Д3 Солна Д3 Солна Солна Д3 Солна Д3 Солна Солна Да После Солна 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 Еще Какие-то Шансы Солна 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 Мернение Конь Ф5 Может И Назад Конь А4 или с той же идеей конь b6 позиции довольно-таки было тяжело да, партии черные пошли конь fd7 и тут же попали в тиски белых после варианта конь e6, fxe конь d7, конь d7, сон h5 сильный ход вынуждает ладью уйти на в ладья c8 пойти потому что в ладья d8 нельзя и за сон d6, ff6, сон c7 черные и белые выиграют качество, но и позиция сон выиграна да, партии было в ладья c8, сон d6 тоже очень сильный ход на ff6 и 5 не выпускаем никуда ферзя fc6, сон g4 белые атакуют пешку e6 ладья e8, ffb3 вынуждаю пойти b5, а теперь атакуют ff3 атакуют пешку c6 как хотят забрать дядь c8, сон h5 ну в принципе уже позиция выиграна кирилл кирилл постарался скинуть качество как-то обострить игру, но тут как раз скажем так техника Александра Геновича белялского сказалось наверняка выигрывает как и ферзь e2 но там какие-то неясности конь бьет e5 и так далее какие-то возможности были бы у белых а тут он как раз все все очень правильно делает отводя бьет d7 просто отводя ff3 слона f3 вроде бы как примерное равенство на позиции черных безнадежно потому что очень плохой король ладья просто по линии d заходит на седьмой и на восьмой наверное должны дать мат еще последовал g4 сон бьет g4 ржу 6 отводя e3 такой сильный ход с идеей он держит и да и на h5 такая легкая тактика о держит 3 если то просто вот я уже 4 на fb1 шаг просто король g2 после этого забирается сон на g7 где-то мат дается по седьмой либо там f4 f5 там пешки проходят в связи да в партии кирилл пошел король h8 после слон d1 признал поражение потому что теряется слон на g7 да такая непростая партия можно сказать практически из одной ошибки g5 кирилл проиграл 1 ну был еще год кунев d7 но во всяком случае довольно-таки очень очень сильно играл белянский ну посмотрим впереди две партии в быстрый шахмат еще стал а2 интрига в самом разгаре приходите завтра в час дня как раз будут сыграны две эти партии контроль партии 15 плюс 10 секунд в принципе стандартный контроль фиде будет все очень интересно и в 3 часа будут подведены итоги и закрытие нашего матча спасибо этот обзор для вас подготовил Владимир Пакон до новых встреч